здравствуйте дорогие друзья рад вас вновь приветствовать на канале farnax film сегодня нас ждет монтаж топки от компании эко камин альфа 800b загородном доме недалеко от новосибирска эта топка хорошо знакома зрителям канала мы делали большой гайф потому как правильно подобрать топку как расшифровывается вся их температура все их размеры на сегодня будем наблюдать за завораживающими кадрами рождения домашнего очага смотрим в этом углу собрано все самое необходимое для монтажа это естественно топка на нее уже установлен патрубок переходное для того чтобы перейти с одного диаметра на другой сделано это специально для того чтобы собрать дымоход по конденсату так надежнее элементы дымохода внутренней который идет внутри короба неокрашенный и сэндвич окрашенные в цвет кровли для того чтобы не выделяться и гармонично смотреться со всем остальным хозяйством также есть отводы хомуты старт сэндвич оголовок зонтиком и есть решетки которые также были приобретены в компании фарнакс вентиляционные решетки нам нужны для того чтобы смонтировать короб для того чтобы горячий воздух от топки не тратился впустую а выходил в помещение и нагревал уже начался процесс разметки территории для будущего каркаса короба который будет установлена топка и сегодня у нас практически идеальные условия для монтажа в доме еще не выполнена чистовая отделка нет ни напольных покрытий не потолочных поэтому нам ничто не мешает чувствовать себя вольготно и делать даже самые пыльные работы не стесняясь евгений скажи что мы сейчас будем делать для чего это все будем подготавливать штрабу для притока воздуха с подвального помещения для этого и при условии того что печка будет вплотную находиться к стене нам нужно будет пробурить штрабу для вывода гофрированной трубы в подвал ну да то есть даже про судя по разметке я смотрю ну прям очень узенько получается сколько здесь вышло около 50 60 сантиметров прям к стене практически но стена кирпичная так что ничего страшного в этом нет стена себе то есть слегка нужно заглубиться сейчас в стену для того чтобы был выход у гофры которые необходимы для подачи воздуха на горение но будет порядка 12 сантиметров закладка трубы 125 лично изначально в проекте дома не был предусмотрен камин поэтому хозяин выбрал небольшую точнее не глубокую топку с таким расчетом чтобы она не отнимала большую площадь и в то же время стала центральным элементом гостиной устанавливаться только будет на блоке из газобетона того же материала из которого сделаны стены дома этот материал позволяет сделать штрабу достаточно глубокой чтобы придвинуть топку вплотную к стене напомню что у топок и кокамин тыльной части есть входной патрубок для подвода воздуха необходимого для обеспечения качественного горения дров примерим алюминиевую гофру прикинем достаточно ли глубины штрабы и сделаем полу отверстие через которое по гофре из подвального помещения к топке будет подаваться воздух такой способ подачи воздуха для горения особенно хорошо показывается в помещениях в которых установлены качественные окна и входные двери в этом случае воздуху для горения просто неоткуда взяться и камин может работать неустойчиво а то и вовсе начнет дымить в помещении опускаем гофру в отверстие в полу и замазываем место стыка дует из трубы параллельно начинаем установку по ранее нанесенной разметки основания для каминной топки альфа 800b стальная 15 киловаттная топка с черным шамотом латинская би в названии как раз об этом нам и говорит масса 135 килограммов и пожалуй самый важный параметр ширина пластиква именно ширина а не диагональ 800 миллиметров основание готово можно приступать к монтажу топка поставляется на деревянном поддоне в нашем случае мы не снимали до начала монтажа и вот таким нехитрым способом без усилий переместили к месту установки расправим гофру подведем ее к тому месту где будет рассмещён входной патрубок топки организуем временную опору для передних ножек топки для того чтобы была возможность подключить гофру к патрубку и закрепить ее хомутом придвигаем топку к стене пространство между нижним краем задней стенки топки и стеной перекроем ставкой супер изола сильного жара здесь не должно быть но на всякий случай защитим это место так как в стене ровно под гофрой проходят трубы отопления супер изол отличный термоизоляционный материал на нашем канале есть большой ролик который мы проводили с ним эксперимент обязательно посмотрите его материал очень легко обрабатывается перед тем как приступить к обустройству декоративного короба и к монтажу дымохода топку нужно выровнять расположить строго по центру все попали установить по уровню вертикальной горизонтальной плоскости и при этом боковые грани топки должны быть на одинаковом удалении от стены это один из самых ответственных этапов монтажа ведь от того насколько ровно будет установлена топка будет зависеть внешний вид камина и после того как короб будет зашит что-либо поменять будет проблематично топка выставлена и можно зафиксировать ножки контрагайками крепим к стене пластину из супер изола и промазываем стык в месте прохода дымохода через потолочное перекрытие проделаем отверстие для установки проходного узла изготавливается он из супер изола по месту очень просто мы неоднократно показывали как это делается и в этот раз пропустим данный этап а пока займемся возведением каркаса для внешних стенок короба камина евгений ну скажи на текущий момент какой вход действий что сделали что остается сделать с какими проблемами столкнулись то есть на данном этапе мы подготовили еще стоечный профиля соорудили первую часть термоизолирующего каркаса короба и столкнулись с проблемой у нас стропила попадает по ходу выхода дымохода соответственно мы будем ее срезать и усиливать и дальше мы уже поведем дымоход дымоход у нас простой прямой либо же все таки он будет на буду два полуотвода стоять они будут подрезаны то есть вот они уже лежат готовы мы будем со смещением дымоход выводить кровлю кровля мягкая кровля мягкая андулин то есть это ну то есть большим вырезом будем делать у нас маркер флэш большой для этого закуплен заранее уже будем делать приступаем часть стропила которая стала на пути дымохода будет вырезана до этого момента в чердачном помещении организуем подпорки работа осложняется стесненными условиями но специалисты нашей компании партнера еще и не такое дали впоследствии все деревянные элементы кровли также будут зашиты панелями из супер изола а пока вернемся в тепло в гостиную полным ходом идет монтаж короба причем планируется возвести двухконтурный короб где внутренняя часть будет из супер изола а внешняя под отделку из гипсокартона до возведения перегородок смотируем ту часть дымохода которая будет проходить внутри дома на патрубок дымохода установим переходник чтобы собрать дымоход по конденсату и далее с помощью одностенного элемента трубы и двух отводов по 135 градусов отведем в сторону и от стены ось дымохода мы помним что тепловая нагрузка на первый модуль дымохода у каминных топок достаточно велика поэтому труба типа сэндвич пойдет уже после этой группы элементов до утопки альфа есть встроенный шибер с управлением выведенным на переднюю панель поэтому нет нужды в этом дополнительном элементе дымохода супер изол хорош еще тем что из него можно сооружать самонесущие конструкции скрепляется он элементарно с помощью саморезов места стыков заготовок промазываются термостойкой мастикой можно было бы возвести декоративный короб одним контуром целиком из супер изола но в данном случае по затратам выгоднее возвести небольшой внутренний короб из супер изола и внешне под отделку из гипсокартона тем более что с гипсокартоном и профилем работать одно удовольствие стенки перегородки возводятся очень быстро и поверхность короба можно будет задекорировать различными материалами тем временем в кровле проделали отверстие вывели через него дымоход надели на него и закрепили кровли мастер-флэш и с помощью двух распорок надежно зафиксировали дымоход вертикальном положении параллельно ведутся работы по обшивке короба и термозащите проходного узла евгений у нас уже вечер наступил скажи мы близимся уже к завершению да что нам осталось сделать осталось сделать два вентиляционных отверстий для выхода теплого воздуха с правой с левой стороны а также закончить теплоизоляцию а что будет наверху вот этот короб будет дополнительно защищен еще чем-то да здесь будет второй слой рокула и изол который будет опускаться до отсечки то есть перекрывать полностью трубу в зоне жилого помещения вот такой будет типа термоса до какого то именно он будет подготовленные проемы устанавливаем декоративной вентиляционной решетки снизу при работе камина будет заходить воздух а через верхние решетки он будет выходить уже нагретым потолок над коробом из супер изола также дополнительно защищаем минеральными матами и последний штрих устанавливаем верхний лист гипсокартона работа закончена осталось только провести первый рожек для проверки итак друзья монтаж каминные топки альфа 800b от компании камин подошел к концу за моей стеной главная достопримечательность этого дома то устройство которое будет долгими зимними вечерами греть душу и радовать игрой пламени в топке только очень интересная внутри черный шамот так что выглядеть будет всегда элегантно но конечно главное следить за состоянием стекла только смонтирована в каркасе внутри короб из супер изола сверху еще один фонтур из гипсокартона который дальше будет облицовываться но там уже задача дизайнера дизайнеров разрабатывающего облик этого помещения а мы свою функцию выполнили установили источник тепла несмотря на то что в этом доме есть газовое котел электрический котел резервный для души установили и каминную топку за каминными топками эко камин спешите в магазины фарнакс и на сайт фарнакс.ру на нашем канале фарнакс фильм есть интересное видео которое рассказывает о том как отличаются между собой линейки каминов эко камин и также есть видео в котором мы рассказывали как их изготавливают если вы не хотите пропустить интересный материал подписывайтесь на наши социальные сети естественно подписывайтесь на канал фарнакс фильм ждем вас в гости в магазинах фарнакс и на сайте фарнакс.ру всем тепла до новых встреч счастливых друзья и Продолжение следует...